Здравствуйте, мои дорогие, любимые, самые прекрасные, самые замечательные слушатели подкаста. Сегодня четверг, а это значит, что сегодня новый выпуск подкаста. И сегодняшний подкаст я провела в эфире Инстаграм. И мы говорили на тему, как выйти в ресурсное состояние во время трансформации. Да, я сейчас сама проживаю мощной трансформацией. И я сегодня с вами поделилась конкретными шагами, как выходить на новый уровень, когда у тебя идут трансформации. Ну что, полетели! Здравствуйте, любимые! Сегодня спонсор нашего эфира подкаст. Каждый четверг у меня выходит новый подкаст. И сегодня я приняла решение провести эфир, который я выгружу сегодня в подкаст. Сегодня эфир будет на тему, как выйти в ресурсное состояние, когда тебе плохо. Сейчас я напишу, как выйти в ресурсное состояние. В ресурсное состояние во время трансформации. Трансформации. Вот такой мы эфир с вами проведем сегодня. Прикрепляю. Здравствуйте, мои любимые! Меня зовут Юлия Хадарцева. Я психолог, расстановщик, энерготерапевт. И сегодня у нас эфир посвящен трансформациям и как выйти в ресурс. Еще раз скажу, что спонсор сегодняшнего эфира – мои подкасты. На самом деле, сейчас поговорю с вами, как выходить из состояния, когда вам тяжело, когда вам плохо, когда у вас идут внутренние трансформации, что нам с этим делать. Итак, давайте говорить, что мир действительно сейчас очень быстро развивается. И нам нужно научиться в этих трансформациях, в этих развитиях брать ресурсы и выходить дальше. Я, на самом деле, тоже постоянно развиваюсь. И, пожалуй, сейчас я проживаю такое достаточно серьезное трансформационное состояние. И сегодня я хочу дать вам какие-то ключи, которые позволят вам выходить в ресурсное состояние. Первое, что необходимо делать – шаг номер один. Если вы попали в состояние, когда вы трансформируетесь, когда вам нехорошо, когда вы себя чувствуете некомфортно, важно это принять и начать проживать. То есть первое, что мы делаем – мы признаем и осознаем, что нам плохо. Мы в это идем и движемся. Второе, что необходимо делать – начать сильно-сильно себя любить, уважать и дать себе возможности к восстановлению. Что у нас сюда может относиться? Делать прям то, что хочется. Хочется спать – спите. Хочется есть – ешьте. Хочется, не знаю, просто пойти погулять – гуляйте. То есть дать себе возможность делать то, что хочется. То есть очень сильно, прессивно себя залюбить в это время. То есть первое, что мы делаем. Первый шаг – когда нам нехорошо. Первое, мы принимаем, что у нас происходят трансформации и признаемся в себе, что нам нехорошо. Второе, мы начинаем себя сильно-сильно-сильно любить. Любовь к себе в этом плане будет выражаться следующим. Нам не нужно себя напрягать, а нужно уделить себе максимум внимания и выйти в состояние, где мы себя любим и даем себе тотальную поддержку. Например, последние четыре дня я спала достаточно много, практически постоянно спала. Следующее, так или иначе потихонечку возвращать себя к вашей обычной регулярной жизни. Ну, например, да, я сегодня там поднялась, пошла на танцы. Например, я сегодня поднялась, пошла на спорт. Но, опять же, это нужно делать максимально экологично и с любовью к самим себе. Обязательно давай… Здравствуйте, здравствуйте, мой любимый. Да, благодарю. Я просто сейчас только вернулась с Первого канала, поэтому я сегодня накрашена стилистами Первого канала. Так они меня сегодня накрасят. То есть давать себе возможность потихонечку возвращаться к жизни. То есть не зависать в этом состоянии так называемой жертвы, не зависать в этом состоянии жалости к себе, а потихонечку-потихонечку двигаемся, двигаться вперёд. Следующее, что необходимо здесь сделать – посмотреть туда, где больно, признавать, что эта ситуация была в жизни. Когда вы приходите ко мне на расстановки, когда вы ко мне приходите на марафоны, на какие-то трансформации, так или иначе что-то вскрывается. Здесь важно от этого не убегать, а идти вглубь. Это знаете, когда что-то болит, когда есть какая-то боль, в неё обязательно нужно смотреть вглубь, в неё прям проходить для того, чтобы дочистить. Потому что часто в наших трансформациях мы что-то, бывает, поднимем, и наша задача – туда глубже нырнуть, чтобы дочистить всё. Да, нам хочется бессознательно убежать от боли. Но там, где боль, там всегда есть возможность освободить энергию. То есть как происходит энергетический блок или энергетический заряд? Можно представить, что у нас в теле, ну и в нашем энергетическом пространстве, живут так называемые блоки, так называемые, ну здесь можно сказать, нейронные заряды, энергетические заряды. И когда мы в них проходим и находим какую-то травму, например, тот самый заряд, происходит высвобождение энергии. И здесь, чем глубже вы проходите в этот энергетический заряд, тем больше энергии может оттуда выйти. Поэтому, если вы поймали этот энергетический заряд, ныряем в него глубже и начинаем вскрывать для того, чтобы… Начинаем… Так, сейчас смотрю. Начинаем этот заряд вскрывать и начинаем давать себе возможность, чтобы этот заряд высвободил много энергии. По сути, мы так или иначе все имеем такие энергетические блоки, которые нам дали родительские установки, родовые истории, кармические истории. Каждый раз, когда мы нащупываем ту или иную историю, у нас есть прекрасная возможность выйти на этой истории, на новый уровень. Вот обязательно принимайте решение, что вы в это идете и глубже, глубже, глубже прорабатываете. Что здесь еще необходимо сделать? Здесь, конечно, необходимо энергетически помочь своему организму, физическому телу. Первое, да, это правильное здоровое питание, а лучше вообще голодание. Здесь так или иначе нам нужен воздух. То есть, однозначно, в доме должно быть все открыто, проветрено. Идеально, если вы выйдете на улицу и погуляете, подышите, сюда нам так или иначе необходимо движение. Поэтому все-таки нужно подниматься и начинать двигаться. Хотя бы как минимум по дому двигаться, не знаю, музыку включать, танцевать. Все-таки подниматься и идти на тот самый спорт. Дальше, что здесь нам еще необходимо? Нам здесь необходима поддержка и любовь близких. Очень необходима. И это первично. Я здесь, конечно, хочу сказать огромную благодарность всем вам, потому что я от вас получила столько слов поддержки, столько вашей любви. И опять же, у меня на мой аккаунт подписано огромное количество моих родственников. Мне позвонили сегодня и сестры, и братья, и все-все-все-все-все, кто мне дал ресурс. Если нам этого ресурса не хватает, можно обратиться к конкретным людям, которые нам дают этот ресурс, для того, чтобы выходить дальше. Сегодня вы даже не вопросы свои не задаете. Так удивительно. Я чувствую вашу любовь, вижу, что на эфире не так много человек. Но, видимо, это нужно. Поэтому, резюмируя все, что я говорю, однозначно трансформации бывают все-таки еще, опять же, из родовых кармических слоев, они иногда бывают сложными. Хотя я тот самый терапевт, который всегда говорит, что трансформации в наше время могут проходить уже легко. И последнее время действительно раз за разом и расстановки становятся легче, да, и там любые марафоны уже проходят легче. Но если вас что-то зацепило, и вы поймали какую-то вот эту вот волну, какой-то глубинной, серьезной трансформации, не пугайтесь ее и идите в нее, трансформируясь и выходя на новый так или иначе уровень. Это просто необходимо. Что я здесь могу вам еще порекомендовать? Осознать, что когда у нас проходят трансформации, первое, что мы делаем, мы вычищаем себя, да, и нам важно, чем лучше и больше мы вычистим, тем больше мы потом сверху заполируем. И следующий шаг после того, как вы это все вычищаете, следующий шаг – это наполняться энергией. Где нам брать энергию после трансформации? Опять же, нам нужно, в честности, с собой сказать, что нас наполняет. Однозначно мы здесь должны, первое, убрать всех людей и все истории, которые нас сейчас опустошают, то есть убрать максимально все конфликты, всякие дополнительные темы, которые нас опустошают, исключить людей, которые в нас не верят и нас не поддерживают, и, соответственно, начать этот ресурс набирать и наполнять. Где мы набираемся ресурсов? Опять же, от любимых каких-то занятий, от любимых дел, опять же, от чистого здорового питания, опять же, от спорта, от массажа, от просто-просто того, что ты лежишь и спишь, да? Еще раз скажу, что я за это время очень много спала. Я там сегодня провела индивидуальную расставку, пошла-поспала, пошла-потанцевала, пошла-поспала. Встретила Макара со школы, пошла-поспала, да? Вот сейчас я тоже проведу эфир, тоже уже пойду отдыхать. И здесь очень важно давать себе на это возможность и убрать из жизни все надо. В эти моменты вам ничего не надо. В эти моменты вам нужно тотально наполняться энергией. Вот меня спрашивают, как понять, что проходишь трансформации? Я вам скажу так, мы трансформации проходим регулярно, да? Постоянно, всегда, да? Там просто приходя ко мне на эфир, просто слушая мои подкасты, просто приходя на какие-то мои марафоны, вы так или иначе проходите трансформацию. Но бывает такое, знаете, оно бывает потихонечку, потихонечку, потихонечку всплывает. Но когда у нас получается ситуация, когда надо прям сильно рвануть вверх, у нас бывает какой-то блок, который нужно пробить. И бывают истории, ну, знаете, на моей памяти, пожалуй, мне кажется, это одна из таких самых сложных и серьёзных моих трансформаций сейчас происходит, когда есть прям какой-то блок, который вот даёт тебе очень сильный с одной стороны блок, с другой стороны возможность вскрыть этот блок и рвануть вверх. Поэтому, с одной стороны, в трансформация всегда немножко потряхивает, всегда немножко, так скажем, не очень комфортно. С другой стороны, если вы вдруг нащупали эту точку, где прям совсем херовенько, скажем так, вы прям в нее идете и проходите вверх, проходите дальше. Вы летаете на другой уровень. Вот таким вот образом проходят обычные трансформации. Вы можете потихонечку мне уже начинать задавать вопросы? Я базовую свою историю сказала. А. Да, мы не боимся трансформации. Б. Мы в них ныряем и в них идем глубже. С. Мы очень сильно проявляем любовь к себе и любим себя со всех, со всех аспектах. Номер четыре. Мы обязательно берем ресурс и прям берем помощь у других людей, вплоть даже у своих подписчиков, у тех, кто вас окружает, прям просим помощи. Я сегодня очень не хотела с утра идти на танцы. Пришла на танцы. Тренеру говорю, Саша, давай как-то меня восстанавливать. И мы сегодня не учили никакие новые танцы. Мы глобально занимались просто тем, что мне нравится. То, что мы уже отучили, мы даже, можно сказать, не тренировались, а просто получали удовольствие от самого, например, танца. И вы прям просите, просите, просите. Как понять, что есть блок у меня? Где есть блок, меня спрашивают. Блок есть там, где вам некомфортно, где что-то терапевт нащупал. Вот. Восстанавливайся. То, как ты херачишь на расстановках, некоторые одну расстановку так не вывезли, силы тебе новой энергии. Да, благодарю. Да, и я действительно тот самый пример, который действительно такой достаточно трудоспособный. Я действительно много работаю, много трансформируюсь. И вот меня немножко поднакрыло. Поэтому трансформации бояться не нужно. Наше время нам по-любому нужно в них проходить и двигаться дальше. Юлечка, как найти себя? Тоже хочу светить, помогать людям, быть экспертом в чем-то. Но, смотрите, так или иначе, каждый из нас родился на этой планете, чтобы что-то нести в мир и что-то отдавать в этот мир. Поэтому не бойтесь трансформации, идите в них. Если у вас есть запрос на то, как светить людям, вам нужно внутренне начать светить себя. Для того, чтобы начать светить себе, однозначно нужно работать с собой. И, как я, опять же, хочу попросить прощения у всех, кто был записан на выездной уикенд, я не могу светить людям, пока я не начала светить сама. Поэтому нет задачи попасть в миссию, пока вы сами себя не раскачали до такой степени, когда у вас появилась новая энергия. Когда у вас не появилась дополнительная энергия, чтобы двигаться дальше и идти вперед. Вот, смотри, если панические атаки, это тоже признак блока. Да, если панические атаки, это тоже признак блока. То есть, по большому счету, я сейчас тоже проживаю своего рода паническую атаку. Для этого нам что нужно сделать? Ну, когда у нас случилась паническая атака, мы перестали себя контролировать, на наша задача заземлиться. Вот стул, вот стол, вот мое физическое тело. Но главное нырнуть в эту паническую атаку, посмотреть, что же в ней такое, чего же мы так сильно боимся, почему это так сильно происходит, понимаете? Вот, а если много отдаешь, получаешь положительные отзывы, но денег это не приносит. Как быть? Здесь нужно поработать с синдромом самозванца. Вот, я еще хочу здесь сказать про очень большую женскую часть. У нас скоро стартует марафон «Время быть женщиной». Я очень вам рекомендую на него попасть, такой глубочайший марафон. Почему? Потому что женщинам действительно немного сложнее в этом, да, почему? Потому что женщина, она про глубину и про ширину. И мы, когда попадаем в какую-то точку, где нас начинает разносить, мы в эту точку попадаем, мы с точки зрения глубины и ширины. И нам здесь очень важно убрать вот эти родовые, родительские, родовые, кармические, родительские программы, где мы себя не очень ценим. Самая большая проблема женщины – это то, где мы годами, десятилетиями, миллиардами веков себя не ценили. То есть женщина миллиарду веков не была ценной. И здесь вот этот вот второй пункт, который я говорила, любовь к себе, она является базовой про то, чтобы женщина начала себя ценить. Вот, поэтому проходите в ценные женщины и в то, что женщина на самом деле цена. Расторождествляйтесь с родовыми кармическими программами, где женщина все время попадала под насилие, где женщина была помойкой, где женщину продавали за мешок картошки. Здесь прям важно в это проходить и важно начинать себя ценить, потому что реально на протяжении миллиардов веков наши границы, ну, женские границы нарушались. Нас там избивали, насиловали, нас одержали в рабстве и прочее, прочее, прочее. А нам нужно было это выдерживать. Так вот, иногда нужно понять, что уже ничего выдерживать не нужно. Уже можно просто расслабиться и быть женщиной, да, и тебе пространство может помочь с этим. Обнаружила протрузии поясницы. Поясница – это, так или иначе, сила рода, родовая система, мама, папа. Что я хочу вам еще сказать. Если мы говорим об этом состоянии, когда у нас идет трансформация, нам здесь очень легко попасть в состояние жертвы, да, начинать жаловаться, как нам плохо и прочее. И вот здесь, когда мы попадаем в состояние жертвы, это тоже нас очень сильно выносит. И у нас мир становится как будто абьюзом, то есть таким тираном. А нам очень тяжело. И здесь тоже очень важно выходить из этого состояния жертвы. У меня, по-моему, в следующую пятницу будет вебинар про абьюз. Я очень вам рекомендую на него прийти. Даже если вы в своей глобальной жизни не сталкивались с классическим абьюзом, мы очень часто проживаем в состоянии жертвы. Даже базово у нас бывает тело подает в жертву от нашего мозга, да, то есть когда мы начинаем там голодом себя варить или там большими тренировками. Поэтому вот я вас всех жду на вебинаре по абьюзу. Будем очень глубоко об этом говорить на всех слоях, во всех отношениях, в отношениях работодателя и работника, в отношениях мужчины и женщины, в отношениях тела и личности, например, и прочее, прочее, прочее. Понимаете? 4 марта расстановочный вебинар про абьюз. Поэтому вот отец-тиран и нарцисс, то же самое, да, жду на расстановочном вебинаре, который называется «Абьюз 4 числа». Глобально вроде все сказала. 8 марта я запускаю снова мой марафон, бесплатный марафон красной помады. Тоже присоединяйтесь к нему, у нас есть отдельный чат про него. Мы будем с вами в течение нескольких дней красить губы красной помадой и выходить в ресурсное состояние. Здесь важно понимать, что так или иначе любая история, касаемая трансформации в том числе, она так или иначе упирается в вашу ответственность, в вашу взрослую здоровую позицию, когда вы не попадаете в это состояние и не умираете, а все-таки постепенно начинаете себя вытаскивать из этого. Но для того, чтобы себя из какой-то истории вытащить, нужно сначала принять эту ситуацию, что она с тобой случилась. Нужно очень сильно себя залюбить, нужно найти ресурс, нужно взять поддержку. Поддержку близких, поддержку окружающих. И, пожалуй, знаете, самое главное, нужно понять, кому в этой ситуации нужно дать звездюлей. Что я имею в виду? Если вы реально накопали какую-то ситуацию, где вы действительно попали в какую-то конфликтную историю, а там всегда есть конфликтная история, всегда есть конфликтная история, ну, например, ну, просто гипотетически, если в карме мужчина, например, вас убил, в роду, там, мужчины рода били женщин, в вашей жизни вас били мужчины, да, там, папа бил магу, в вашей жизни вас били мужчины, здесь важно найти точку, где вы, а, постоите за себя и дадите сдачу, то есть выйти и обнулить эту историю. И это тоже нужно всегда делать. Знаете, я, наверное, на сегодняшний день закончу этот эфир. Ещё раз напомню, что этот эфир сейчас я выгружу в подкасты. Сегодня четверг, и каждую четверг у меня выходят подкасты, они бесплатные. И спонсором сегодняшнего эфира были мои подкасты о богатстве, ценности себя и престиже. И, может быть, вы сейчас слушаете мой подкаст. И надеюсь, что сегодняшний подкаст и эфир вам был полезен. И не бойтесь трансформаций, проходите в них и пытайтесь, и не пытайтесь, а проживайте эти трансформации глубоко, мощно, конкретно. Конечно, сейчас лучше проходить трансформации в радости, гармонии, любви, так, как я делаю на расстановках с шутками и прибаутками. Но иногда эти трансформации всё-таки нас вскрывают настолько, насколько нам нужно проработаться для того, чтобы пробить новый уровень. Любая трансформация — это всегда выход на новый уровень. И я ещё раз хочу вас каждого поблагодарить, что вы это время были со мной. Я думаю, что впереди у меня ещё 3-5, может быть, 7 дней, где я буду восстанавливаться. Вот про Новосибирск у меня вопрос. Я сейчас буду записывать песню про родителей, про нашу жизнь. И студия Игоря Крутого в Новосибирске мне делает это. Я пойду туда записывать песню. Ну и в Новосибирске в начале марта, 12-13 марта я проведу расстановки. Поэтому, если Новосибирск к вам близко, приезжайте ко мне на расстановки. Может быть, я даже встречу сделаю в Новосибирске. Мы с вами пообнимаемся и полюбим друг друга. У нас осталось два места на египетский выездной уикенд, выездной в Египет. Два места осталось. Если вы хотели, то, пожалуйста, не откладывайте. В следующие выходные в Москве будут расстановки и тематическая расстановка деньги. К следующим выходным я уж точно восстановлюсь. Это будет реально совсем другой уровень. Поэтому приезжайте, прилетайте в Москву на расстановку тематическую, деньги. И на групповые расстановки тоже вас жду. Ну и вообще, конечно, жду вас везде. Обязательно запишитесь на расстановочный марафон «Время быть женщиной». Он очень ресурсный и очень трансформационный. Короче, везде записывайтесь. Все, бесконечно вас люблю. Цените, любите, уважайте себя. Ваша Юлия Хадарцева. Ну и если вы слушаете подкаст, не забудьте поставить пять звездочек моему подкасту. Если вы еще не слушали подкасты, идите, пожалуйста, включите подкасты и всем подкастам поставьте по пять звездочек. Ваша Юлия Хадарцева. Обнимаю.